Книга Бытие, глава тридцать седьмая. Иаков жил в земле странствования отца своего в земле Хананской. Вот житие Иакова. Иосиф семнадцати лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сынов своих, потому что он был сыном старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, — Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. А ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, — Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, — Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, — Что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, — Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, — Вот я. И сказал ему, — Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, — Чего ты ищешь? Он сказал, — Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, — Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, — Пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими это Рубим, и избавил его от рук их, сказав, — Не убьем его. И сказал ему Рубим, — Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан, идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, — Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измальтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за двадцать серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал, — Отрока нет, а я, куда я денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и выморали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, — Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? Он узнал ее и сказал, — Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретища на чресла свои, и оплаковал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал, — С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Мадеонитяне же продали его в Египте Патифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Продолжение следует... Продолжение следует...